Приветствую вас! Понятие нормы или ненормы, к сожалению, очень сильно различается в том плане, что... Если для вашего мужчины подобное поведение является нормальным, что для него в порядке вещей, например, стартоваться, да? Как-то взаимодействовать с женщинами, то, соответственно, и то, что он делает, это тоже норма. То есть, если вы его приняли вот таким, какой он есть, то это, да, это норма, к сожалению, для него. И сделать здесь вы не можете абсолютно ничего. Ну, если мужчина вот такой, да, то что тут поделать? Поэтому, нормально это или нет, к сожалению, решать не надо. Ну, и оценочных суждений здесь не нужно делать, ну, опять же, для вашего же блага, чтобы вы сами не навредили себе и не стали говорить своему мужчине, что то, что он делает, это ненормально, неправильно, там, и так далее. Вот. То есть, вот так действовать на самом деле не нужно. Если он это сделал, уже, уже сделал, да, он уже так поступил, значит, ну всё, с этим ничего не поделать. И повода для беспокойства, конечно, нет, потому что он с вами, а не с ней, он женат на вас, а не на ней, да, и, соответственно, свой выбор мужчина сделал. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, повода для беспокойства нет. Но, с другой стороны, обязательно стоит проанализировать вашу жизнь совместную с ним. Потому что вполне может быть, что есть какие-то вещи, которые можно будет, ну, можно было бы подкорректировать. Есть какие-то вещи, которые можно было бы немножечко поменять, есть какие-то вещи, которые можно было бы сделать лучше. Да. Вот. То есть, я имею в виду, что не помещаясь, если вы обратите внимание на своего мужа и дадите ему больше своего внимания, больше ласки, тепла, любви, может, ну, просто своего времени, присутствия, вот. А будет лучше, если вы как-то его, может быть, ну, порадуете немножко чем-нибудь, да, вот. То есть, ну, если вы говорите, что ваш мужчина любит пофлиртовать, значит, он, ну, на самом деле, не очень уверен в себе, как мужчину. И если он не уверен в себе, значит, ему нужна ваша помощь, значит, ему нужна ваша помощь, чтобы справляться, справляться со своей неуверенностью, да, чтобы как-то, значит, ну, чтобы как-то держать себя в равновесии и не испытывать потребностей в том, чтобы, соответственно, общаться с другими, ну, с другими женщинами, вот. Поэтому волноваться не стоит, но постараться обратить внимание на то, что мужчина хочет, на его желание, и, возможно, постараться быть ближе к нему. Это вполне можно сделать. Можно и даже нужно сделать. Если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. Но не менее важный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, чего хотите вы сами. То есть, вот, что сподвигло вами, например, задать нам вопрос такого вот плана, да? Да. То есть, ну, вы же, о чем-то думали. Вы же, чего-то хотели, и, я уверен, ну, чего-то хотите до сих пор. И вопрос в связи заключается в том, чего вы хотите для себя. Какая проблема у вас? Вы боитесь чего-то? Может быть, вы в себе не уверены? Или что-то еще? Если так, то с этим, конечно, обязательно нужно что-то делать. Да, потому что, ну, как вы, как вы сами, я надеюсь, понимаете, если вас это беспокоит и волнует, то само собой, с собой, само по себе это не пройдет. Вот. Так что, относитесь внимательно не только к мужу, но и к себе тоже. И, э эээ... Веречно обращайтесь с собой. Если вас что-то волнует, беспокоит, то обязательно, ээээээ... начните в этом разбираться. Не откладывайте на потом решение этой проблемы. Лучше один раз, например, обратиться к психологу и решить для себя какой-то вопрос, чем мучиться, переживать и портить отношения с, значит, ну, с собой и, значит, со своим мужчиной, да, вот. Мне думается, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.